Да, вот циферки такие. Дорогие зрители, всем привет! Вы, наверное, думали, Гарын спекся, никаких новостей больше. Все, на 4 выпуска его хватило, и он обосрался. Так и произошло, я обосрался на велогонке в Турции в последний день моего пребывания. Я обосрался мощно, и после этого я уже никогда не был прежним. Я после этого поехал в Алматы. В Алматы я не смог продолжить записывать новости, потому что я там ушел в загул. Такой жесткий, качественный загул на уровне... Ну, вот примерно на уровне микрофона был загул. А потом я оказался в Бостере. Прекрасные горы. Впервые я здесь оказался в теплое время года, и здесь, конечно, потрясающе. Все, что было до этого, когда я здесь оказывался осенью, это вообще ни в какие сравнения не идет с тем, что происходит сейчас. Здесь тепло, здесь много зелени, и здесь стала покачественнее еда. Почти как лимонад в Турции, только еда в Бостере. Я здесь на ретрите, уже 6 дней не пил, и пора возвращаться в рабочий строй, и хочется вернуть новости. Поэтому сегодня, сегодня прекрасный момент, чтобы это сделать. На прошлой неделе было достаточно много турниров. Они были не все топовые, до уровня бриллиантовой лиги не дотягивают, но было кое-что интересное. И в этом выпуске я вам расскажу про 5 самых таких событий, которые меня больше всего впечатлили. Начну, наверное, с потрясающего турнира, который называется The Night of 10K... 10K, 10K... Ну, кто-нибудь посмотрит с английским языком получше, чем у меня, и прихуеет, но я буду говорить так. 10K Personal Best. Это турнир, который проходит уже не первый год в Лондоне. И этот турнир, он, наверное, в какой-то степени геймченджер в легкоатлетических соревнованиях. Потому что это турнир, который изначально пытался работать с аудиторией, который постоянно делал что-то для того, чтобы зрителям было интереснее наблюдать за соревнованиями. Для того, чтобы атлетам было интереснее там выступать. И в этом году, в этом, может быть, в прошлом году, Оэн Раннинг стал титульным спонсором этого турнира. И он вдохнул, скажем так, новую жизнь в эту десятку. То есть не то, чтобы вдохнул новую жизнь, а просто позволил сделать им такой какой-то степ-ап. Сделать более красочным шоу, более масштабным. Там добавить каких-то диджеев, вот это все, бороды. И в этом году десятка в Лондоне, она снова не разочаровала. Просто посмотреть, как это все выглядит. И почему это один из самых крутых турниров на планете, на мой взгляд. Потому что, во-первых, повторюсь, зрители. Зрители повсюду. Зрители внутри стадиона. Зрители на трибунах. Зрители стоят на дорожке. Одна из самых главных, наверное, и отличительных черт вот этого турнира, которая вот сразу, когда я его увидел, она меня зацепила. Это то, что зрители стоят на дорожке. То есть они не используют все восемь дорожек. Они используют только четыре. И это создает такую камерность. Потому что у вас, получается, в два раза уменьшается площадь. Коридор становится очень узким. И, ну, можете себе представить. Одно дело, когда как бы атлеты бегут десятку по пустому стадиону. А другое дело, когда они бегут по узкому коридору. И зрителей там действительно всегда очень много. Все орут. Потрясающе. Это заряжает энергией. И ты бежишь просто постоянно по бесконечному коридору. И я даже не знаю, ну, с чем это сравнить. Нету второго такого крутого старта в мире. То есть многие организаторы пытаются что-то перенять у этого турнира. И сейчас, например, в Америке появилось несколько команд, которые делают что-то похожее. Где вот этот вот engagement, толпы очень высокие. Где людям можно вот, ну, чуть ли не рукой дотянуться до своих любимых атлетов. И это очень круто. Но так как на вот этом турнире в Лондоне нету нигде. То есть, во-первых, это были, наверное, первые чуваки, которые поставили шатер. То есть шатер. Вот просто шатер стоит на дорожке. И атлеты пробегают сквозь него. То есть прям такой тоннель. В шатре тоже все стоят, гудят. Шатер, я помню, куда переняли. На чемпионате мира по кроссу в Орхосе в 2019 году тоже стоял шатер. И он там, по-моему, был брендирован Миккелером. И в этом шатре прям была такая пивнуха. Вот. Тоже круто. Ну, то есть это все повторяется. Это все масштабируется. И здорово, что люди, ну, как бы видят классные вещи. И понимают, что они классные. И пробуют интегрировать это в свои турниры. Сам старт достаточно масштабный. Там очень много забегов. В этот раз было 8 забегов на 10 тысяч метров и 4 на 800. Ну, то есть они потихонечку расширяются. Возможно, там появится скоро что-то еще. Но вот эти 8 забегов собрали более 250 участников. То есть 250 человек на десятки, на 10 тысяч метров. Это до хрена. То есть там были масштабные забеги под 40 человек. И что самое классное, организаторы, конечно же, сделали так, что это позволяло им охватить все уровни. Что касается результатов элиты мирового уровня, то начнем, наверное, с мужского забега, который выиграл Пол Челима с результатом 27-12-73. Можно сказать, что он меня порадовал. Потому что Челюха, это, наверное, атлет, за которым я слежу там с каких-то своих, скажем так, с первых дней жизни Экросса. И вот в этом году Челюха, во-первых, подписался с декатлоновским брендом Кипран. Во-вторых, он в Берлине бежал половинку и насрал там мощно. 62-22 он пробежал. Хотя говорил, что готов на САП-59. И он начинал там очень быстро. Но вот такие вот обсирульки получились. И сегодня то, что он пробежал, ну не сегодня, там когда-то, пару дней назад, 27-12, это, я считаю, очень солидный результат. Но есть в этом один минус. Это то, что Челюха не дотянулся до чемпионата мира, до норматива на чемпионат мира. 27-10 норматив. И если вы не видели эти вообще нормативы на чемпионат мира, то вот они. Цифры достаточно такие впечатляющие. Но что поделать? Мы живем типа в 23-м году. Тут карбоновая революция уже вовсю творится. И надо забыть просто о том, что было там когда-то 5 лет, когда на чемпионат мира можно было приехать каким-нибудь статистам с десяткой 28 минут. Никому мы сейчас там не нужны. Поэтому претендуешь, соответствуй. 27-10, пожалуйста, надо пробежать. Челюхе не хватило двух секунд до этого. Но у него еще есть шанс. У него есть еще впереди чемпионат США по легкой атлетике. Плюс на чемпионат мира всегда можно отобраться по рейтинговой системе. То есть если он хорошо выступит на Штатах, то у него будут достаточно высокие шансы на попадание на чемпионат мира. Плюс он собирается делать дубль 5-10. И напомню, что Челюха это человек, который умеет собираться. Собираться, когда это действительно нужно. В олимпийский год на него никто, наверное, особо не рассчитывал. Но чел взял и бронзу затащил на 5000 метров. Я считаю, что это очень круто. Несмотря на то, что он в прошлом году обосрался и даже не попал на орегонский чемпионат мира. Был 11-м на чемпионате США. В этом году я продолжаю в него верить, потому что в кого, если не в Челюху, верить? Что касается вообще плотности результатов, то 14 человек выбежали из 28 минут. И прикольно, что у этого старта есть такая прям европейская ориентированность. Они не хантят, как бриллиантовая лига, бешено всех подряд. Африканцев туда-сюда. Они вот работают на свой какой-то локальный рынок. И это классно. Конечно, к ним залетают топовые атлеты. Например, Стэнли Войтака был заявлен изначально, но оказался в Португалии на десятке с Хесом и Искандером. Как правило, европейские атлеты гоняются за какими-то нормативами на этом старте. И туда тоже подключается кто-то, кому нужно запрыгнуть в уходящий поезд. Поэтому это вот такой турнир в какой-то степени спасательный круг. Потому что, напомню, забегов на 10 тысяч метров в последнее время, в последние годы не так много на планете. Это вымирает. Вот эта вот стадионная культура. Все в пользу шоссе уходит. И, кстати говоря, с недавних пор World Athletics разрешила выполнять нормативы на чемпионат мира, в том числе и на шоссе. Так что челюха может еще на какую-нибудь быструю шоссейную десятку встать в том числе. Что касается женщин, то у них тоже с выполнением нормативов на чемпионат мира было туго. Всего одна женщина это смогла сделать, но о ней чуть-чуть поговорим позже. Пока что хочется сказать, что в первую очередь меня в женском забеге впечатлила плотность результатов. То есть, вот посмотрите на эту турнирную таблицу и вот мы смотрим, видим Надю Батаклетти. И смотрим дальше следующие 11 секунд. И там 7 европеек, почти все из них с личными рекордами. И, ну, заценить какая плотность. Я считаю, что это очень круто. 3106-3117. Ну, как бы, в порядке. Такой прям плотный пэк. И классно, что все это работает. Классно, что всегда привозят каких-то пейсмейкеров. Короче, все это выглядит классно. Что касается победительницы, то ею стала молодая фиопка. 21 год ей всего. Мизана Лема Дане. И САП-30. Я не ожидал, наверное, увидеть САП-30 на этом старте. Потому что, ну, САП-30 это все еще достаточно крутой результат для женщин. Несмотря на то, что сейчас творится такое безумие в результатах. Это, получается, 12-я женщина, которой в истории удалось поменять 30 минут. И кто такая Мизана Лема Дане? Я, честно говоря, бы и не вспомнил, кто это такая. Потому что вот эти все победители юниорских чемпионатов мира, молодежных чемпионатов мира, их достаточно сложно запоминать. Потому что часто они пропадают. Как раз Мизан была из таких. В 2021 году она в Кене, в Найроби выиграла чемпионат мира. Юниорский, в беге на 5000 метров. Следующий год 2022 она просто пропустила. А в этом году зимой появилась. Бегала в Манеже по 8.35, по 8.40 тройбаны. И вот открыла вот так вот с ноги дверь на летнем... На своем первом летнем старте. Еще Мизан Алема Дане – это самая молодая вообще женщина в истории, которой удалось пробить 30-минутный барьер. Ну, понятно, есть там вот эта вот китаянка Вань Джунься, которая в 90-х орудовала... Была там представительницей армии МА, и они там микродозили мухоморами или чем они там питались, что они ебошили такие результаты типа 30 лет назад. Джуньсю мы не считаем, а Дане в возрасте 21 год махнулось 30 минут. Короче, это очень круто. И что еще? И что еще? С чего я больше всего охренел? Это не с САП-30, а с того, что у нее были брекеты. Когда увидел эти кадры, как она лежит, и у нее брекеты, я подумал, блядь, вот это уровень. Вы когда-нибудь видели вообще африканских бегуней с брекетами? Мне даже интересно, как вообще это получилось. То есть кто настолько озаботился ее здоровью? Вот. Этому человеку респект, а мы двигаемся дальше. Что у нас еще было крутого на этой неделе? Это континентальный тур на Бермудах. Меня здесь жестко со временем, конечно, подъебывает таймзона, потому что все турниры, которые были на выходных, начинались в полночь или за полночь. Вот. И Бермуды я с чистой совестью пропустил, но, конечно, посмотрел. Самое интересное. И, наверное, мужская сотка в Бермудах стала просто охерительным ивентом, потому что уже несколько месяцев назад было понятно, что стометровка мужская будет одним из самых, наверное, вообще горячих видов этого лета. А здесь еще у нас произошел такой шикарный вообще забег с участием Кристина Колмана и Ноа Лайлса. Кристиан Колман, думаю, все знают, мистера Дверного Звонка, чемпион мира 2019 года, один из самых быстрых спринтеров планеты, входит в исторический топ-10. И Ноа Лайлс, один из самых ярких шоуменов нашего времени, чемпион мира в беге на 200 метров, тоже очень быстрый парень. И забег, забег прошел вот так. И я, блин, просто охуел от того, как Лайлс набежал. Вы видели вообще это? Просто пиздец. Ну, типа, посмотрите, как он набегал. Это просто жесть. Давайте еще раз сейчас. Еще раз отмотайте и еще раз посмотрите. Конечно, не могу сказать, что я там охренеть какой большой эксперт по спринту и помню там все какие-то суперзабеги, но вот это, то, что называется в английском языке top-end speed, у Лайлс, это просто нечто. То есть, вот когда смотришь на это, понимаешь, что он не просто так, чемпион мира в беге на 200 метров. И были забеги, когда он проигрывал старт, но когда вот этот вот свэгмобиль, он разгоняется, когда этот Гуччи Гэнг, блядь, набирает ход, его не остановить. С одной стороны, немножко жаль, что он не достал Коумана, ему там не хватило, но сами видели сколько. Но с другой стороны, смотришь на это и понимаешь, блин, вот, 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 интрига, накал страстей пошел. И следующий, например, старт, когда он будет там с тем же Коуманом бодаться, он будет гораздо интереснее. Просто потому, что мы знаем, что он может достать, и мы будем сидеть и думать, достанет или нет, достанет или нет. И почему я так много говорю про Лайлса, хотя выиграл Коуман, и выиграл он с достаточно хорошим результатом? Потому что, блин, Лайлс в этом году собрался делать дубль. Дубль 100-200. Со времен болта, наверное, никто у нас не делал таких крутых вещей. Причем Лайлс, конечно же, не стесняется говорить, что он хочет золотой дубль, потому что, ну, это парень, который не привык вообще стесняться, и он достаточно часто говорит о том, что хочет сделать, говорит о своих намерениях, а намерения у него, конечно же, самые охуевшие, и это круто. И вот, пожалуйста, пожалуйста, наглядный пример того, что он может вполне это сделать. Он задумался об этом еще в прошлом году, в конце прошлого года, и пруф, лучший, наверное, это то, что всю зиму он провел на соревнованиях в Манеже. Лайлс много соревновался на 60-метровках, чтобы отточить свою стартовую скорость, и это дало свои плоды. Результаты, которые показали Колман и Лайлс, на них можно не смотреть, потому что ветер был плюс 4,4 метра в секунду, то есть это хороший такой ураганчик, микроураганчик такой на уровне пупка. Допустимый ветер это плюс 2, тут в 2 с хреном раза больше, поэтому на результаты не смотрим, но 9,80 это все равно очень быстро, это быстрее на 6 сотых, чем личный рекорд Лайлса, и поэтому да, поэтому за вот этим чуваком будем смотреть глаз да глаз. Интересно, что сейчас у нас уже конец мая, он еще не бегал 200 метров, но это только доказывает то, что он заряжен, то, что он очень хочет разъебать сотку, потому что, чтобы отобраться на 200 метров, ему ничего не нужно делать, он действующий чемпион мира, у него автоматическая квала, поэтому он даже может не бежать в чемпионат США на этой дистанции, а вот на сотке ему придется порвать задницу, потому что в прошлом году в Юджине на чемпионате мира вся тройка была за американцами. Кто там был? Там был Брамел, там был Фред Керли и третий Брейси, наверное, не помню. Лайлсу, чтобы сделать вот этот дубль в Будапеште 100-200, ему нужно в первую очередь на чемпионате США попасть в тройку, и это будет сделать не просто, но можно. И если вообще говорить о мужской сотке, о том, что это будет самая горячая дисциплина года, то здесь, конечно, наверное, самый крутой прогрев был совершен где-то месяц назад, когда Фред Керли и Марсел Джакобс... Марсел... Марсел Якобс... Марсель... Марсель... Короче, когда Керли и Якобс закусились в интернете, напомню, что Керли действующий чемпион мира, а Якобс это действующий олимпийский чемпион. И вот они там, значит, закусились, давай меряться лайками в Инстаграме, типа, кто быстрее, кто круче. Керли тоже такой чувак, который не лезет за словом в карман и может... Ну, он там может что-нибудь пиздануть такое в Твиттере, типа, там, я вас всех выебу на чемпионате мира или что-нибудь в этом роде. Что-то он там про мировой рекорд еще писал. Ну, а Якобс тоже такая тестостероновая машина, и он, конечно, не может просто так это оставить. И он, Керли, ответил в Инстике. Вот. О-о-о-о, мемосик пришел. И он ответил, Керли в Инстике. Здорово. Бандит, бандит. Иди сюда, бандит. Бандит. Бандит, бандит, бандит. Прежде чем чемпионом мира стать, защитить титул, тебе придется пройти меня. Последний раз, когда Керли и Якобс встречались, это было на Олимпийских играх, в финале Якобс его там раскидал. Самое классное в этом, то, что они не просто там что-то перепалку устроили в интернете, а что сказали, что все, давайте порубиться раз на раз, выходим. Вот, и Керли, Керли или, либо Керли, да, что? Это же нельзя же огород так топтать. А это огород? Конечно же, вот все на... Не, не понимаю, к сожалению. На чем я остановился? Я остановился на том, что Керли с Якобсом не просто так доприпирались, а добазарились в итоге до того, что... Ну, то есть, как добазарились? Типа, давай, раз на раз, выходим на любом старте. Но есть одно но. За такой вот перформанс, за то, что они зарубятся у кого-то там на бриллиантовой лиге или вообще хоть где угодно, Керли сказал, что в приездных должна быть шестизначная сумма. И что самое классное, на прошлой неделе, или на позапрошлой, было анонсировано, что Керли и Якобс встретятся на бриллиантовой лиге в Риме. Рим-Флоренция, в Риме, по-моему, стадион перестраивают, и поэтому сейчас все во Флоренции происходит. То есть, уже чуть больше, чем через неделю, мы увидим их зарубу в реальном времени. Чемпион мира против олимпийского чемпиона на сотке. Я надеюсь, что никто из них не сольется, потому что в последние годы было очень много всяких крутых анонсов. Там Сигни Маклафлин, например, частенько сливается, и вот все в таком духе. Я надеюсь, что оба будут здоровы, не сольются и зарубятся в Риме. И то есть, у нас есть там Лайлс Колман, у нас есть Керли Якобс, при этом у нас еще есть Фердинанд Аманьяла, который тихим сапом в Найроби на континентальном туре, сколько он там, 9.84, который в Найроби ебанул. Вот, то есть сотка мужская прогрета, там постоянно у кого-то взрывается, что-то взрывается под жопой, такое бурление, поэтому сотка, да. Мужская сотка в этом году будет просто огонь. Надеюсь, что все доберутся, никто не улетит в дисквал, и поэтому две даты, 2 июня, это Флоренция, и 6 июля, это чемпионат США. Мы тем временем двигаемся дальше. На Бермудах было еще одно шикарное противостояние. Вот, что может быть круче, чем срач двух топовых спринтеров в интернете, это только срач двух топовых прыгуний в длину. Женская драка, это всегда интересно, ну, может, не интересно, но уж точно весело. Тара Дэвис Вудхол, я про нее рассказывал в Телеграме, недавно много, это одна из самых сильных прыгуний в длину прямо сейчас, чемпионка NCAA, обладательница прыжка за 7 метров. Чем она прославилась в этом году? Тем, что улетела в дисквал на один месяц за марихуану в соревновательный период. И есть Кваниша Берг, прыгуни чуть постарше, она тоже чемпионка NCAA, тоже такая достаточно хайповая девица, участница чемпионатов мира, уровня топ-10, короче, все круто, вот. И, значит, Бергс с Тарой Дэвис зарубились в интернете. Я не совсем смог отследить вот этот вот корень вот этого вот их противостояния, но мемасность заключается в том, что сейчас будет, блядь, конечно, просто какая-то, знаешь, вот эта вот светская хроника ебучая, но просто, почему я это рассказываю, потому что в легкой атлетике не так часто такие интересные вещи происходят, поэтому, сорян, ребят, сейчас будет немножко желтухи. Короче, Тара Дэвис забанена у Кваниши Бергса в инстаграме. Ну, ладно, не будем проводить аналогии с российским марафонским бегом, но вы поняли. И что? Значит, пошла рубка, пошел летний сезон. Дэвис начала прыгать за 7 метров, Бергса у нее там начала чуть-чуть подгорать, а не давай там друг друга подъебывать в интернете. Что? Что? Короче, начали там друг друга подъебывать в интернете, туда-сюда, и один раз они даже встретились на соревнованиях, и там было, конечно, очень мемасно. То есть прыжки в длину, у них есть один косяк. То есть вот, например, если мы смотрим, да, какой-то спринт, там, например, сотку мужскую, да, где у Лайлса и у Колмана были одинаковые условия, то есть они бегут в одном забеге, им обоим дует ветер, там, плюс 4 метра в секунду, или им обоим дует ветер минус 2 метра в секунду, то во время прыжков в длину ветер постоянно может меняться. То есть одна прыгает с попутным ветром, другая прыгает со встречным ветром, и, в общем, когда Бергса с Дэвис встретились на турнире, который проводил университет ЛСЮ, получилось так, что во время прыжка Дэвис победного дул попутный ветер, сильный, там, какой-то плюс до хера метров в секунду, и она прыгнула 7 метров 5 сантиметров. Вот, ветер 5,9, я здесь все выписал. А Бергс на том же турнире прыгнула 6,95, но с ветром плюс 1,6. Ну, и она стала второй, потому что там как бы, ну, типа, похер на соревнованиях, на соревнованиях, кто с каким ветром прыгнул, потому что это, типа, не история, как с личными рекордами, это просто про абсолютный показатель. Вот, и Бергса залила там у себя в инстике Stories скрин, где вот эти протоколы, и подписала вторая, но не вторая. Там пошел опять какой-то разгон у них, в итоге Тара Дэвис залила в инстик Stories, но она залила ее с аккаунта своего мужа, потому что, ну, типа, муж не заблокирован, и она там, значит, говорит, что давай, типа, чего-то тут бодаться, вот это вот, влить водичку в интернете, выходим раз на раз на любом турнире, и, типа, разберемся, кто из нас пизже. Дэвис вообще перформит нормально в этом году, то есть она очень медийная. Я недавно только обнаружил, что у них с мужем на канале, на ютюбе больше 500 тысяч подписчиков. Представляете, блядь, 500к подписчиков у каких-то, блядь, легкоатлетов. Дэвис сказала, что она платит Кванише Бёркс любые билеты там на любой турнир, ну, лишь бы они приехали и там раз на раз зарубились. И самый прикол в том, что у них даже вот прям была возможность круто зарубиться. Есть такой старт Trials of Miles, и он проходил тоже, по-моему, на прошлой неделе. И чуваки из Trials of Miles сказали, все, давайте, типа, приезжайте к нам, будем ебошиться у нас на турнире. Они даже обещали им 30-минутное окно для показа, то есть чтобы показывали только прыжки в длину. Если вы смотрели соревнования по легкой атлетике, то вы видели, что есть такие, ну, есть проблема со всеми этими техническими видами. Их показывают либо в повторе, либо только лучшие попытки. А здесь им сказали, будем показывать только вас. Это, во-первых. А во-вторых, 10к победителю. То есть были охуительные условия. А 10к это что? Это призовые уровни этапа бриллиантовой лиги. Плюс там какие-то проезды, проездные, вот, приездные. Короче, все было круто, но Кваниша с этого турнира слилась. Как написали в комментах Trials of Miles, что у Кваниши изначально был запланирован бермудский старт, поэтому как бы ей эти Trials не всрались. Поэтому что? Поэтому Тара Дэвис взяла, полетела на Бермуды, в последний момент заявилась. И вот там вот было это ебошилово. Причем это было достаточно интересно, потому что Кваниша лидировала на протяжении пяти попыток. Она везла сантиметр. 7.04 у Бёркс было, 7.03 было у Тары Дэвис. И Тара собралась и в последней попытке разъебала. На результаты тоже можно, наверное, не смотреть, потому что ветер там был плюс до хрена метров в секунду. Но вот такое вот противостояние. Было круто на это посмотреть, потому что обе девчонки очень медийные. Их очень любит аудитория. И разгон перед Бермудой был очень хороший. То есть самые крупные американские там какие-то медиа, посвященные легкой атлетике, они все это тоже разгоняли. И я могу только представить, насколько это подняло интерес к Бермудам среди местной аудитории. Вот. Короче, класс, когда такие штуки происходят. И получается, что вообще весь этот выпуск, он посвящен каким-то перформансам, которые очень круто бустили. Ну, десятка охуенная. Заруба на уши схода сотки. Классная Кваниша против Тары. Тоже очень круто. И что еще круче? Что еще круче? Это спортивная ходьба в Саранске. Вот спортивная ходьба в Саранске, это просто был, наверное, главный разъем прошлой недели. Что было? Что было? 35 километров. Спортивная ходьба. На видео, которое вы сейчас смотрите, Клавдия Афанасьева пересекает финишную черту чемпионата России и показывает результат 2.37.11. Что такое результат 2.37.11 на 35 км не поймет никто. Но мы сейчас добавим немножко конкретики. Через сутки испанская ходочка Мария Перес установила мировой рекорд в ходьбе на 35 километров. И этот результат был на 4 секунды медленнее, чем показала Афанасьева. 2.37.11 Это очень быстро, но это, сука, очень, блядь, мемасно, потому что посмотрите внимательно на видео, что происходит. Вы видите эту фазу полета? Это просто, блядь, нечто. Я не знаю, просто чем думали люди, которые этот видос заливали. Ну, типа, вы хотя бы не палитесь, что ли, что у вас такой трешак происходит. Конечно же, я залил это в Телеграм. Конечно же, это все достаточно активно обсуждалось. Об этом даже написали какие-то российские СМИ. И знаете, в чем прикол? Прикол в том, что комментарий даже дали на этот счет. И вот он, комментарий, сейчас у вас появится на экране. Вот так вот, бам! Фото или видео это недостаточные основания для того, чтобы говорить, что Клавдия Афанасьева нарушила правила. К Клаве вообще никаких личных претензий, просто без негатива. Я, блядь, просто ору за того, что вот такое вот происходит. Там вот сидят судьи, судьи, и если я правильно понял, то вот этот результат его даже ратифицировать не могли, потому что там их было как-то недостаточно, или они были недостаточно квалифицированы. Короче, вот такая вот, просто, блядь, Саранск, как крыляет, просто вбежала практически девчонка в финишный створ, и они называют это спортивной ходьбой. Но мы, конечно, ничему уже не удивляемся. Много еще чего было, но я, наверное, закончу на такой, на микро-новости, на очень яркой. Она тоже будет с Бермуд. Значит, Жасмин Камачо Квин, олимпийская чемпионка в беге на 100 метров с барьерами, на Бермудах показала третий результат в истории. К сожалению, или к счастью, да в принципе похер. Он не будет засчитан, потому что там весь вообще турнир дул очень сильный попутный ветер, и в случае Камачо Квин это было 3,5 метра в секунду, но она показала третий результат в истории, если так откинуть этот ветер, и посмотрите на ее реакцию. Это вообще просто бесценно. Она, видимо, сама не ожидала, и я люблю, конечно, такие моменты. Люблю, когда спортсмены так показывают искренне свои эмоции. Вот. И, наверное, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем этот выпуск. Кыргызстан весной прекрасен. Приезжайте сюда в апреле, в мае. В октябре, в ноябре не приезжайте, если не хотите разочароваться. Вот. И сено не топчите. Давайте там. Держитесь, ребят. Все. Редактор субтитров